Джек Лондон. Гиперборейский напиток. Рассказ о похождениях делового белого человека среди некоего народца, жившего на берегу Северного Ледовитого океана. Правдивость Томаса Стивенса была неопределенной математической величиной х, а его воображение равнялось воображению среднего человека, возведенного в n-ную степень. Но во всяком случае, совершенно несомненно одно. Никогда не сказал он ничего, что можно было бы назвать явной ложью. Он, быть может, играл с понятием вероятности или же доходил в своих рассказах до крайнего предела возможностей, но никогда в его повествованиях не бывало случая, чтобы все затейливое здание рассказа вдруг треснуло и провалилось. Ни одна душа не станет отрицать, что он знал Север как свои пять пальцев. Многие свидетели могут подтвердить, что он был действительно выдающимся путешественником и собственными ногами прошел неисследованные пустыни. Что касается моих личных сведений о нем, то я могу сказать, что знаком с людьми, которые видели его везде, а главным образом около самых крайних пределов той страны, которая носит название неведомого. Например, Джонсон, бывший курьер компании Гудзонова залива, однажды дал ему приют у себя в одной из факторий лабрадора, пока не отдохнули собаки, и Стивенс не уехал дальше. Затем Мак Механ, агент аляскинской коммерческой компании, встретился с ним как-то в порт Голланде и позднее на самых дальних островах Алиутского архипелага. Было неоспоримо, что он участвовал в одной из самых ранних геодезических экспедиций правительства Соединенных Штатов, и история определенно указывает на то, что он работал и для Восточного Союза, когда этот последний пытался провести свою телеграфную линию в Европу через Аляску и Сибирь. Наконец, среди свидетелей его путешествия был еще и некий Джо Ламсон, капитан китобойного судна, которое, будучи затерто льдами у устья реки Маккензи, вдруг неожиданно приняло к себе на борт Стивенсона, пришедшего к капитану за табаком. Вот эта последняя черточка и доказывает неопровержимо, что приходил действительно Томас Стивенс, а не кто-либо иной. Его потребность в табаке никогда не прекращалась и не ослабевала. Еще до нашего близкого знакомства с ним я научился приветствовать его одной рукой, а другой протягивать ему кесет с табаком. Но в ту ночь, когда я встретился с ним в кабачке Джона О'Брайена в Доусоне, он уже так накурился 50-центовых сигар, что вместо кесета попросил у меня кошелек с золотым песком. В это время мы с ним стояли у игорного стола, и он тотчас же поставил самую большую ставку. «Пятьдесят», — сказал он. Банкомет в знак согласия кивнул. «Карта выиграла, он передал мне мой же собственный кошелек, потребовал расчета и потянул меня к кассе, где кассир небрежно отсыпал ему пятьдесят долларов золотым песком». «А теперь выпьем», — сказал он. А потом у стойки, поставив стакан, продолжал. «Этот напиток мне почему-то напомнил сейчас одну хмельную штуку, которую я когда-то пил в Таттарате». Нет, нет, вы этого места не знаете. Его даже нет на картах. Но оно все-таки существует у Ледовитого океана. Там живет около пятисот забытых богом душ, которые женятся, выходят замуж и время от времени умирают. Все исследователи как-то проглядели их, и на карте 1890 года вы не найдете даже следов этого местечка. Однажды там затерло во льдах китобойное судно, и его команда, выбравшись на берег по льду, двинулась дальше в южном направлении и исчезла бесследно. Никто никогда о ней не слыхал больше. «А хороший тогда у нас с муссу был напиток», — прибавил он немного спустя, слегка вздохнув. «Я сразу же понял, что за этим вздохом таились великие дела и смелые приключения. Поэтому я увлек его в уголок между рулеткой и игорным столом и стал ожидать, когда оттает у него язык». «У меня было только одно возражение против муссу», — начал он задумчиво покачав головой. «Одно единственное. Муссу — это индейец, живший где-то далеко на Чип-Пиване. Но вся беда в том, что он любил болтать насчет священного писания. Одну зиму он жил с бродягой, канадским французом, который в свое время готовился в священники. И потому голова Муссу была забита разными чудесами, диспутами, разрешениями грехов и еще всякой всячиной, которую он и сам не понимал. Если бы не это, он был бы отличным парнем, весьма полезным и в пути, и у костра. Тяжеленько нам пришлось тогда. И измучились мы порядком, когда натолкнулись на этот самый Тат-Тарат. Во время густого тумана, при переправе через трещину, образовавшуюся во льду, мы потеряли всю нашу упряжь и всех собак и явились с подтянутыми животами. Одежда на нас превратилась в клочья. В таком виде мы доползли кое-как до становища. Особенно нам там и не удивились, потому что у всех еще были на памяти китобои. Нам предоставили для жилья самую гнусную юрту во всем становище, а для того, чтобы мы не умерли с голоду, дали гниющие отбросы. Но что меня больше всего поразило, так это то, что жители совершенно с нами не общались. Но Муссу объяснил мне, в чем дело. — Их шаман Сик-Тум-Тум, — сказал он. — Это значит, что шаман у них тоже, что знахарь-колдун. Он из зависти приказал своему народцу не иметь с нами никаких сношений. Из того немногого, чему он был свидетелем у проходивших мимо китобоев, он понял, что наша раса и умнее, и сильнее его народа. Ну, он и стал действовать так, как это подобало шаману. И еще раньше, чем я доскажу вам всю эту историю, вы убедитесь, что мой индеец был прав. — У этого народца есть закон, — сказал Муссу, — который гласит, кто ест мясо, тот должен охотиться. — О, хозяин, попались мы с тобой в ловушку к этому племени. Эти люди хотят, чтобы мы, так же, как и они, умели натягивать лук, бросать копье, а мы этого не умеем. Поэтому шаман и вождь их племени Тум-Мазук положили в сердце своем и решили в умах своих, что мы должны работать на них вместе с бабами, таскать на своих плечах убитых зверей и прислуживать их охотникам. — И это очень несправедливо, — ответил я. — Мы с тобой лучшие люди, чем эти, блуждающие в темноте. К тому же мы должны еще отдохнуть и хорошенько подкрепиться. Путь наш на юг долг, а слабые идти не могут. — Но у нас нет ничего, — возразил мне Мусу, оглядываясь на прогнившие стропила нашей юрты и с отвращением нюхая воздух, отравленный тухлым тюленьем мясом. — На такой еде далеко не уедешь. У нас нет ничего, кроме этой бутылки, напитка, убивающего горести. По неволе придется покориться и превратиться в дровосеков и водоносов. Ну и в таком грязном месте, как это, все-таки могут найтись хорошие вещи. Только они не для нас. О, хозяин, никогда еще мой нос не обманывал меня. Он и на этот раз привел меня к запасам, спрятанным в их юртах в меховых мешках. Это запасы несчастных китобоев, и они достались немногим. Так у женщины Инсукук, которая живет в конце становища, рядом с хижиной вождя, много сахара и муки, и даже патоки, как мне сказали, мои глаза. Лицо женщины было измазано патокой. А в юрте у вождя Тамма Зука я видел чай. Я собственными глазами видел, как этот старый Боров, причмокивая, пил его. А у шамана целый ящик кое-чего с этикеткой «Звездочка» и два ящика превосходного табаку. А у нас что? Ничего. Ровно ничего. Я был подавлен сообщением о табаке шамана и ничего не ответил. Тогда Муссу, видимо, одушевленный каким-то желанием, нарушил молчание. И еще есть там Тукили Кита, дочь храброго охотника и богатого человека. Подходящая девушка. Да, действительно, очень хорошая девушка. В ту же ночь, пока Муссу храпел, я усиленно обдумывал положение. Для меня была невыносима мысль о том, что вблизи есть табак, и я не могу его выкурить. Муссу сказал правду. У нас действительно ничего не было. Но наутро я принял решение и сказал Муссу. «Выйди за остановище и достань мне какую-нибудь кость, пустую внутри и искривленную наподобие гусиной шеи. Иди с самым беззаботным видом, но зорко смотри во все горшки, кастрюли и прочие кухонные принадлежности, которые подвернутся тебе по пути. Помни одно. Я обладаю великой мудростью белого человека. И делай то, что я тебе сказал, быстро и уверенно. Пока он ходил, я поставил на середину юрту лампу, которая служила нам для приготовления пищи, и которую мы наливали китовым жиром. Потом я отшвырнул в сторону истертые меха, служившие нам постелью. Я разобрал ружье Муссу, отложил в сторону ствол, так, чтобы он был у меня под рукой, и стал вить из дикой конопли, которую женщины собирают в летнюю пору, длинный фитиль. Скоро вернулся Муссу с такой костью, как я ему приказал, и с известием, что в юрте у Тум-Мазука имеется полупудовый бидон из-под керосина и большой медный чайник. Я его похвалил за это и сказал, что теперь еще не время. Когда же приблизилась ночь, я обратился к нему. У этого вождя Тум-Мазука имеются медный чайник и керосиновый бидон. Тут я вложил ему в руку гладко отшлифованный морским прибоем булыжник. — Становище притихло, — продолжал я, — и звезды мерцают. Пойди тихонько влезь к юрту к вождю и изо всех сил ударь его этим камнем по животу. И пусть мясо и добрая еда грядущих дней вложат силы в твою десницу. Поднимутся рев и крики, и сбежится все становище. — Но ты не бойся. Спрячься в темном углу юрты. А когда приблизится к тебе женщина по имени Инсу Кук, та, что обмазала себе лицо патокой, то ударь также и ее. Не забудь ударить и всех тех, у кого есть мука, и кто подвернется тебе под руку. А потом закричи во весь голос точно от боли, и скажи, что и тебя кто-то ударил камнем по животу. Таким образом, мы достигнем славы и великих богатств. И получим ящик с этикеткой «Звездочка», и табак первого сорта, и твою тукиликиту, которая действительно самая подходящая для тебя девица. Он отправился выполнять это поручение, а я терпеливо ожидал его возвращения в своем хлеву, и табак стал представляться мне близким и доступным. Среди ночи вдруг раздался крик, перешедший затем в бешеный рев, от которого, казалось, могли бы прийти в содрогание небеса. Я схватил бутылку с напитком, убивающим горести, и выбежал из юрты. Слышался невероятный шум. Женщины стонали, вопили. Тумазук и женщины-инсукук катались по земле от боли, и с ними были еще и некоторые другие, в том числе и муссу. Я отшвырнул в сторону тех, кто валялся у меня под ногами, и приставил горлышко бутылки к губам муссу. Он тотчас же почувствовал облегчение и перестал кричать от боли. После этого и все остальные, получившие удар камнем по животу, с громкими воплями обратились ко мне с мольбами о бутылке. Но я произнес им речь, и прежде чем они попробовали виски, уже успел отнять у Тумазука его медный чайник и керосиновый бидон, а у женщины-инсукук ее сахар и патоку, а у остальных страдальцев достаточное количество муки. Шаман злобно посматривал на людей, ползавших от виски у моих ног, хотя и плохо скрывал охватившее его самого изумление. Но я высоко держал свою голову, а муссу кряхтел под тяжестью добычи, следуя за мной по направлению к нашей юрте. Тут я принялся за работу. Я размешал три кружки муки и пять кружек патоки в медном чайнике Тумазука и прибавил к этой смеси двадцать кружек воды. Затем я поместил этот чайник у лампы, чтобы смесь могла закиснуть, и чтобы там началось брожение от тепла. Муссу понял, в чем дело, и заявил, что моя мудрость превосходит человеческое понимание и является даже большей, чем мудрость Соломона, о котором он слышал, как о самом умном человеке в древности. Я поставил керосиновый бидон над лампой и к его горлышку приделал трубку, а в трубку вставил кость, похожую на гусиную шею. Я послал муссу на двор наколоть льду, а сам соединил ствол от ружья с гусиной шеей, а затем обложил льдом, который принес муссу, середину ствола. У конца ствола, там, где кончалось ледяное кольцо, я поместил небольшой горшок. Когда смесь перебродила, на что понадобилось два дня, я перелил ее в бидон из-под керосина и зажег под ним те фитили из конопли, которые предварительно приготовил. Когда все было готово, я позвал муссу. «Пойди», — сказал я к старейшинам этого становища, «передай им привет и проси их пожаловать к нам в юрту, чтобы вместе со мной попировать и забыть в эту ночь обо всем на свете». Мой напиток весело шипел, когда приглашенные, откидывая край юрты, стали вползать в мое жилище. Я сидел у аппарата и терпеливо обкладывал льдом ствол от ружья. И вот из казенной части ствола стал вдруг капать в железный горшок напиток. Кап-кап-кап. Ну, словом, получился напиток «хуч». Но они никогда раньше не видели, как он делается, и только хихикали. А я в это время расхваливал им достоинство этого напитка. Пока я говорил, в глазах у шамана вдруг засветилась зависть. А когда я кончил, то усадил его рядом с Тумазуком и женщиной Инсукук. Им первым я дал выпить моего напитка. Глаза их замаслились, а желудок почувствовал теплоту. От недоверия они быстро перешли к восторгу и стали упрашивать меня, налить им еще и еще. Когда первая партия основательно выпила, я принялся за вторую. Тумазук стал рассказывать, как он убил белого медведя, и так замахнулся кулаком, что чуть не положил на месте сидевшего рядом с ним брата своей матери. Но никто не обратил на это внимания. Женщина Инсукук стала громко рыдать о своем давно-давно погибшем во льдах сыне. А шаман изрекал магические заклинания и пророчества. Так шло и дальше. И к утру все они валялись на земле, объятые глубоким, крепким сном, и, видимо, находились в общении со своими божествами. А дальше все понятно само собой, не так ли? Слух о моем волшебном напитке широко распространился с необычайной быстротой. Он показался всем поистине чудесным. Не хватало слов, чтобы описать все чудеса, которые он производил. Он утолял боль, утешал горе, оживлял воспоминания о минувшем, тусклые лица делал живыми и забытые сны превращал в действительность. Это был огонь, огонь, горевший в крови, огонь, не опалявший тело. Он расширял сердца, выпрямлял спины и делал людей богатыми. Он раскрывал тайны грядущего, посылал видения и заставлял изрекать пророчества. От него люди преисполнялись мудрости, и нераскрытые тайны становились ясными. Словом, не было конца чудесам, которые совершал мой напиток. И со всех сторон слышались мольбы дать его испробовать. Мне приносили в дар лучшие меха, самую редкую дичь, самых сильных собак. Но я скупо расходовал на этих людей свой хуч, и осчастливленными бывали только те, кто приносил мне патоку, сахар и муку. И около меня стали скапливаться такие запасы, что я приказал моему мусу устроить нечто вроде погреба и складывать их туда, так как в юрте у нас не было места. Не прошло и трёх дней, как Тум-мазук оказался банкротом. Шаман, который после первой ночи напивался только наполовину, всё время следил за каждым моим движением и продержался больше недели на ногах. Что же касается женщины Инсу Кук, то не прошло и десяти дней, как она разорилась совсем и стащила на нас все свои запасы и еле доплелась к себе домой. Но скоро мусу стал жаловаться. «О, хозяин, — сказал он, — у нас теперь большие богатства, состоящие из сахара и муки. Но стены нашей юрты пропускают холод. Наша одежда — ветха, а меха, на которых мы спим, облезли. Желудок мой хочет такого мяса, запах которого не оскорблял бы звёзд. И чаю, которым упивается тум-мазук. Велика потребность также и в табаке, которым завладел шаман Нибак, желающий стереть нас с лица земли. «У меня много муки, сахар меня уже не радует, сердце моё болит и ложе моё пусто. Уймись, мусу, — отвечал я, — ты глупый и несообразителен. Будь осторожен и жди. Мы получим от них всё. Только не старайся хватать всё сразу. Захватишь много, и в конце концов у тебя не останется ничего. В сравнении с мудрым белолицем ты ещё дитя. Молчи и наблюдай, и я покажу тебе, как поступают мои братья по ту сторону моря. Они успели сосредоточить в своих руках все земные богатства, называя это обделывать дела. А ты что смыслишь в делах? Однако на следующий день он прибежал ко мне, едва переводя дыхание. «О, хозяин!» — воскликнул он. «Странная вещь происходит сейчас в юрте у шамана Нивака. Мы погибли. Так нам и не удалось одеться в тёплые меха и покурить вкусного табаку. И всё это из-за твоей жадности к патоке и муке. Пойди к шаману и убедись лично, а я останусь здесь и послежу за напитком». Я отправился в юрту Нивака, и что я там увидел? Оказалось, что он устроил свой собственный аппарат по точному образцу моего. При виде меня он с трудом мог скрыть своё торжество. Он был хитрый человек. Сон его в моей юрте был не особенно глубок. Но меня это нисколько не смутило, потому что я тоже кое-что знал, и, вернувшись к себе в юрту, стал успокаивать Муссу и сказал ему. «К счастью, у этих людей существует право собственности. Пользуясь их уважением к собственности, давай-ка пока что отдыхать. А потом мы введём у них новые законы, которых другие народы добились только путём тяжких трудов и страданий». Но Муссу плохо меня понимал. Пока шаман не явился к нам и не потребовал с горящими глазами и с угрозой в голосе, чтобы я продал ему часть своих запасов. «Смотри!» — кричал он. «Во всём становище не осталось больше ни муки, ни патоки. Ты хитрым способом выманил их у моего народа, который, правда, узнал напиток и спал на луне богов, но зато теперь ничего не имеет, кроме распухших лиц и трясущихся колен. Да ещё жажды, которую ничто не может утолить. Это плохо с твоей стороны. А так как мой голос имеет власть среди них, то не мешало бы тебе с нами сделать обмен, чтобы наши патока и мука возвратились от тебя к нам». И я ответил. «Добрую речь сказал ты, и мудрость обитает у тебя на устах. Будем меняться. За столько-то вот муки и столько-то патоки ты дашь мне ящик с этикеткой «Звёздочка» и два ящика табаку». Муссу застонал, а когда сделка была заключена, он стал меня упрекать. «Теперь из-за твоего безумства, сказал он, мы пропали. Нивак сам сделает хуч, и когда настанет время, он прикажет своему народу употреблять хуч только его приготовление, а не наш. Таким образом, мы будем побеждены, наши товары останутся у нас, наша юрта будет пуста, а ложе Муссу холодно и одиноко». А я ответил. «Говорю тебе и клянусь тебе телом волка, что дурак и ты, и твой отец, и дураками будут твои дети до самого отдалённого потомства. Мудрость твоя хуже, чем отсутствие всякого ума, а глаза твои слепы. Ты не можешь видеть то дело, о котором я говорил, но о котором ты ничего не ведаешь. Иди, сын тысячи дураков, и пей тот хуч, который Нивак варит в своей юрте, и благодари своих богов, что около тебя есть мудрость белого человека, старающегося смягчить то ложе, на котором ты будешь лежать. Иди, и когда ты упьёшься, то вернись ко мне, чтобы по запаху твоих губ я мог судить о крепости того напитка, который ты пил». Через два дня Нивак прислал привет и приглашение прийти к нему в юрту. Муса пошёл, а я остался дома. И песенка моего аппарата всё ещё звучала у меня в юрте, а воздух был густ от табачного дыма, потому что я курил табак, полученный от шамана. В этот вечер у меня не было никакой торговли, и никто не приходил ко мне, за исключением Ангейта, молодого охотника, который мне ещё доверял. Затем вернулся Мусу. От хохота он не мог произнести ни слова, и глаза его блестели. «Ты великий человек!» воскликнул он. «Ты великий человек, о, хозяин! И из-за величия своего ты не осудишь Мусу, твоего слугу, часто сомневающегося и не могущего тебя понять». «Ну, как там теперь? Удалось ли тебе выпить как следует? И крепко ли сейчас спят в юрте у шамана Невака?» «Нет», ответил он, «все они сердиты и ещё твёрдо стоят на ногах». И вождь их Туммазук вцепился своими большими пальцами Неваку в горло и поклялся костями своих предков, что никогда больше не посмотрит на его лицо. «Слушай, когда я пришёл к Неваку в юрту, то жидкость кипела и пенилась, и пар, как и у тебя, превращался в жидкость от соприкосновения со льдом и стекал каплей за каплей сквозь дуло ружья в горшок. Невак дал нам пить, но напиток оказался совсем не таким, как у тебя. Он не жёг языка и не разъедал глаз. Это была простая вода. Мы стали пить и пить, насколько хватало у нас сил, и всё-таки оставались с холодными сердцами и с хмурыми лицами. Невак смутился и нахмурился. Он посадил отдельно от всех других Тумазука и Инсукук и предложил им пить, пить и пить. И они пили, пили и пили и оставались серьёзными и холодными, пока наконец разгневанный Тумазук не встал и не потребовал от Невака обратно меха и чай, которые он уплатил ему за напиток. И Инсукук тоже стала кричать тонким и злым голосом. И все собравшиеся потребовали обратно всё, что они дали за напиток, и начались крики и ссоры. «Этот собачий сын думает, что я кит!» воскрикнул Тумазук, приподняв кожаную завесу и пролезая ко мне в юрту. Лицо его потемнело от гнева и врови нахмурились. Он наполнил меня водой, как рыбий пузырь, так что я чуть не лопаюсь, и из-за той тяжести, что сейчас во мне болтается, едва могу ходить. Знаю я его, я выпил сколько мог, никогда раньше не пил я столько, и всё же глаза мои не в тумане, колени меня держат, и голова моя вполне ясна. Шаман не сумел отправить нас на лоно богов, жаловался народ, вваливаясь в юрту. И только в твоём обиталище мы можем испытать это блаженство. Я, смеясь в душе, предложил всем им хуч, и гости тотчас же развеселились. Всё дело было в том, что в ту муку, которую я продал Неваку, я подмешал большое количество соды, которую выманил у женщины Инсукук. Как же могла забродить у него мука, когда сода не давала тесту закиснуть? Или как мог его хуч быть настоящим хучем, если в нём не было хмеля? С этого вечера богатства потекли к нам рекою. У нас были и меха, и женские рукоделия, и чай от вождя, и громадное количество мяса. Однажды Мусу весьма спутанно рассказал мне историю Иосифа в Египте, и благодаря этому рассказу у меня зародилась идея. Я использовал её, и скоро половина всего племени работала на меня, устраивая погреба для хранения мяса. Из всей добычи, которую племени удавалось приносить с охоты, львиная доля поступала в моё распоряжение, и я складывал её про запас в погреба. Мусу тоже не зевал, он сделал из берёзовой коры колоду игральных карт, и научил Невака играть в железную дорогу. Отец Тукиликеты был также вовлечён им в эту игру, и в один прекрасный день Мусу выиграл у него дочь, А затем на следующий же день переехал в юрту шамана, которая была самой лучшей во всём становище. Падение шамана было окончательно, так как он проиграл решительно всё, что у него было, даже барабаны из моржовой кожи, инструменты для магических заклинаний, словом, всё, и чужое, и своё.